Домашний самомассаж для похудения. Благодаря разгону крови и лимфотопы разбивается жировая прослойка, что позволяет легче сжечь жир, а значит и сбросить лишний вес. Любой диетолог скажет, что убрать жир с отдельных частей тела невозможно. И будет прав. Но при самомассаже, направленном на похудение, можно, во-первых, действовать на отдельные части тела, улучшая обменные процессы в них. А, во-вторых, оказывать жиросжигающие действия на все тело одновременно. Поэтому самомассаж является одной из важнейших частей комплекса, направленного на снижение лишнего веса. При самомассаже для похудения необходимо согреть проблемные участки несильными нажатиями и растираниями. Еще большего эффекта можно добиться, если взять на вооружение различные разогревающие крема и мази. Например, балет. Также можно использовать для этого специальные масла. О них будет рассказано ниже. Приемы самомассажа Самомассаж можно проводить с помощью таких приемов, как поглаживание, растирание, выжимание, разминание, встряхивание. Ударные техники Самый простой и легкий прием такой процедуры – поглаживание. С его помощью практически не оказывается давление на ткани, расположенные под кожным покровом, но его значение очень велика. С помощью поглаживания можно разогреть тело, почувствовать его и снять напряжение. Самомассаж живота убираем жировой фартук. Самомассаж не может в одиночку справиться с лишним весом. Но его можно использовать для улучшения эффекта диеты и тренировок. И не стоит переживать, если через 2-3 сеанса тело не станет визуально стройней. Все дело в том, что с помощью такой процедуры в организме активируются процессы, которые могут привести к положительному результату через некоторое время. Особенно это касается жирового фартука на животе. Ведь его убрать очень трудно. При самомассаже живота используются такие приемы, как растирание, поглаживание и постукивание кончиками пальцев. Начинают воздействовать на проблемный участок с помощью поглаживаний. На этом этапе важно разогреть тело и настроить его на дальнейшую работу. Степень давления при таких действиях должны регулироваться собственными ощущениями. После поглаживания можно переходить к растиранию. На этом этапе происходит смещение верхних и нижних тканей живота, что приводит к высвобождению жировых клеток. При этом улучшается кровоток и происходит отток жидкости. Схемы растирания проводятся снизу вверх. При этом можно использовать как ладонь, так и кончики пальцев. Эти приемы можно чередовать для еще большего эффекта. Для стимуляции брюшинах лимфоузлов используют спиралеобразную схему. Во время самомассажа живота нужно включить расслабляющую музыку и волшебной воспользоваться силой ароматерапии. Висцеральный самомассаж живота. Висцера в переводе с латыни означает внутренние органы. Жировые ткани залегают не только под кожей, но и обволакивают внутренние органы. Висцеральный жир еще более опасен, чем подкожный. Ведь он негативно действует на работу важных органов человека. Для уменьшения жира на внутренних органах можно использовать технику висцерального самомассажа живота. С помощью такого самомассажа живота происходит откупоривание капилляров и заострявшие в них вещества перемещаются в межклеточное пространство. То есть, начинается обычная работа крови по доставке полезных веществ в зону живота. Улучшаются обменные процессы, запускаются остановленные механизмы регенерации и тому подобные схемы. Висцеральный самомассаж живота. Проводят в определенной последовательности. Начинают с области желчного пузыря, затем нужно воздействовать на печень, поджелудочную железу и восходящую ветвь толстого кишечника. После чего нужно обратить внимание на нисходящую ветвь толстого кишечника, тонкий кишечник, репродуктивные органы, желудок и селезенку. Начинают висцеральный самомассаж с легких надавливаний на живот. Затем надавливания усиливаются. Их можно делать как всей ладонью, так и отдельным пальцами. Вся процедура должна длиться не более 15 минут. Самомассаж боков для похудения. Еще одно проблемное место при лишнем весе это бока. Самомассаж боков проводится одновременно с воздействием на весь живот. Действовать на бока можно различными методиками, которые описаны выше. Например, можно оттягивать складки кожи, обхватив их двумя пальцами и отпускать. Такими щипательными действиями можно усилить кровоток в этом проблемном месте, разбить жировые ткани. Самомассаж бедер для похудения. Для того, чтобы обеспечить похудение бедер, нужно сесть на диван, положить на него выпрямленную ногу, а другую опустить на пол. Готовятся мышцы к работе с помощью поглаживания. Затем нужно перейти к такой технике, как выжимание. Первые сеансы такого массажа нужно делать одной рукой. Как только мышцы поймут нагрузку, можно делать выжимание двумя руками. Схема при самомассаже бедер двигаться нужно от внешней части бедра к внутренней. Давление на мышцы вызывается большим пальцем и ладони при их сближении друг к другу. После выжимания нужно использовать растирание наружных поверхностей этого участка тела, а затем их разминание. Для бедер можно использовать ударные техники массажа. Самомассаж мышц спины. Самомассаж спины напрямую не влияет на снижение лишнего веса. Но так как на спине находятся самые крупные мышечные группы, воздействие на них может улучшить многие процессы в организме. В том числе и обменные. Которые напрямую связаны с выведением из организма лишнего жира. Схемы для проведения самомассажа спины необходимо сесть на табурет и обхватить левой рукой правый бок спины, а правой – левой. Для массажа этой части тела можно использовать поглаживание, похлопывание и растирание. Для того чтобы проработать труднодоступные участки спины можно использовать специально разработанный для этого массажер. Двигаться нужно от области крестца как можно выше к лопаткам. Самомассаж от целлюлита. Описываемые процедуры от целлюлита не имеют принципиальных отличий от самомассажа живота, боков и бедер. Для того чтобы избавиться от апельсиновой корки нужно периодически улучшать кровообращение к коже. Для этого подойдут все вышеописанные методики. Самомассаж лица от морщин. Для того чтобы разгладить кожу и избавиться от морщин необходимо использовать самомассаж раз в два дня. Первую процедуру необходимо провести не дольше пяти минут. Затем время можно увеличивать. Максимальное воздействие на кожу лица с помощью самомассажа не должно превышать 15 минут. Самомассаж лица лучше всего проводить за два часа до сна. Для этого нужно использовать поглаживание. Для лучшего эффекта можно воспользоваться оливковым или другим растительным маслом. Поглаживание должно быть легким и плавным. Омолаживающий самомассаж. С помощью омолаживающего массажа можно очистить кожу от отмерших чешуек, увеличить кровоток, нормализовать работу сальных и потовых желез. Всего несколько таких процедур помогут сделать кожу эластичной, увеличить ее тонус и улучшить цвет. В качестве омоложения организма можно взять на вооружение висцеральный массаж. Ведь он не только помогает убрать внутренний жир, но и благотворно влияет на работу печени, почек и других органов человека, которые напрямую влияют не только на здоровье, но и на внешний вид. Без правильной работы этих органов невозможно продлить молодость. Лучшие масла для самомассажа. При большинстве видов самомассажа можно использовать любые натуральные растительные и ароматные эфирные масла. Масло миндаля, жажаба, авокадо и нотеры не только способны питать кожу полезными веществами, но и добавят эффект ароматерапии в сеансы самомассажа. Что еще лучше скажется на эффективности таких процедур? Лучшие массажеры для самомассажа. Выше описанные процедуры лучше всего проводить без подручных средств. Для эффективности этой процедуры важно научиться чувствовать тело. А с помощью ручных или ленточных массажеров сделать это не всегда возможно. Но иногда и они могут дать сильный эффект. Сегодня пользуются большие популярности пояса для похудения. Они работают на принципе вибрации. Внутри таких приборов стоят специальные виброматоры, которые способны сжимать и разжимать мышцы. Убедиться в их эффективности можно на примере пояса, вибротон или миостимулятора, обжимник. Также самомассаж можно провести с помощью ручных массажеров. Например, с помощью вакуумного массажера, силулесос или массажера, релаксантон. Самомассаж для похудения, советы и отзывы. Самомассаж может действительно помочь, если его использовать в комплексе с диетой и тренировками. Первые 3-4 сеанса визуально могут не привести к нужному эффекту. Но, даже если визуально не будет видно изменений, то это еще не значит, что самомассаж не действует. Если проводить такие процедуры регулярно, можно значительно улучшить свой внешний вид и поправить здоровье. Аделия. Регулярно делаю профилактический самомассаж живота и бедер. Для этого использую масло Клоринос. Мне нравится состояние моего организма после таких процедур. Ольга, мне все же кажется, что лучше доверить эту процедуру настоящему массажисту. Хотя, мой пояс для похудения вроде работает. А вот остальные варианты самомассажа я не использовала. Нужно попробовать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...